Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. У нас с вами сегодня необычный формат семинара, назовем его так. Дело в том, что в течение последнего месяца в доме Айн Рэнд я прочитал две лекции, которые были посвящены природе государства и анархокапитализму. Михаил, наш сегодняшний гость и участник этих лекций, познакомился с ними и подготовил 17 вопросов. Мне бы хотелось попытаться ответить на эти вопросы и обсудить те проблемы, которые всплыли во время лекции, ну и которые, возможно, всплывут в процессе обсуждения. Но если вы не видели эти лекции, то под этим видео в описании вы можете найти ссылки на обе лекции. Одна из них называлась «Нужен ли нам левиафан? Лекция о природе государства?», а вторая «Что делать с левиафаном?». Вот как раз-таки в этих двух лекциях я изложил свое видение как природы государства, так и возможностей анархокапиталистического общества. Естественно, это вызвало реакцию, и во время самих мероприятий были вопросы. Ну и я очень рад, что Михаил подготовил и прислал мне 17 вопросов, он будет их сегодня озвучивать, и мы их попытаемся с вами обсудить. Ну, я о себе рассказывать не буду, так как, надеюсь, вы что-то обо мне знаете, но, возможно, Михаил что-то хочет сказать в качестве дополнения или представления себя. Пожалуйста, Михаил. Да, здравствуйте, уважаемый Павел. Здравствуйте, уважаемая публика и слушатели. Здравствуйте, хочу сказать два слова о том, как у меня возникли эти вопросы. Я посетил действительно вот эти две лекции, скажу, что они были очень информативные, насыщенные, интересные. Но у меня, скажем, как у человека немного других взглядов, возникло множество вопросов. И в целом, скажем так, я счел идеи Павла достаточно радикальными, чтобы немного испугаться и в каком-то смысле призадуматься о том, действительно ли озвученная система отвечает всем запросам общества и будет ли действительно благом для людей вот идти в этом направлении. И в связи с чем составил ряд вопросов, которые предложил обсудить. И вот сегодня мы будем вот в таком вот формате пробовать узнать ответы от Павла. И, в общем, я надеюсь, у нас хватит времени на какое-то еще обсуждение этого после. Вот, для того, чтобы все успеть, мы условно ввели такое временное ограничение, около двух-трех минут на ответ. Поэтому, если мы будем спешить, вы, в общем, не переживайте, это специально, чтобы успеть все. Вот. Я, наверное, уже готов начать. Да, Михаил, если вы не возражаете, я еще напомню одно пожелание, которое вы высказали в переписке, чтобы я, отвечая на вопрос кратко в течение двух-трех минут, не ссылался бы на авторитеты и на другие книги, потому что это уводит, что называется, слушателя от аргументации. Вот. То есть я действительно постараюсь не ссылаться ни на свои лекции, ни на другие книги, а, что называется, отвечать по существу. Это не означает, что за моим ответом не стоит определенной теории, определенной литературы, но я опускаю все это именно для того, чтобы дать краткий ответ. В любом кратком ответе есть, конечно же, некоторые условности, это надо всегда понимать. Всегда можно ответить более широко и основательно. Но, с другой стороны, те, кто только знакомится с этой областью знания, возможно, выиграют от того, что здесь кратко будут даны наметки ответов. Да, да, все именно так. Я считаю, что, скажем, именно с вашей точки зрения и более общей моделью мы сможем даже, наверное, лучше и как-то ближе познакомиться, если не будет вот этих вот ссылок, потому что действительно не все читали ваши книги, и не все, я, если честно, не читал, и не все, скажем, вот в курсе вот этой вот всей глобальности темы, скажем, даже не знаю, как ее назвать одним словом. Либертарианство или анархокапитализм, можно так назвать. Да, 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 и в общем, я думаю, что этих вопросов хватит, чтобы, ну, я надеюсь, у меня там еще парочка, если успеем, я надеюсь, что и хватит, чтобы получить какое-то обобщенное представление, а уже детализировать, наверное, это представление можем с помощью книг и других лекций и каких-то еще встреч, поэтому я готов начать. Я тоже готов, тогда, Михаил, поехали. Единственное, я попросил пять минут на вступительное слово, вы, пожалуйста, следите за таймингом, если я буду его нарушать, не стесняйтесь меня останавливать, потому что все-таки мы договаривались на три минуты, и я здесь согласен с этим правилом. Но я просил пять минут для того, чтобы огласить три, как мне кажется, важных первоначальных тезиса. Ну что, Михаил, поехали? Да-да, мы все успеваем, вроде как укладываем сейчас, включая секундомер. Три тезиса, вам именно на них надо пять минут. Да-да-да, пять минут на первоначальное вступление, а потом уже ваши вопросы и мои ответы, хорошо? Да, отлично, давайте. Итак, поехали. Просто, чтобы вы были в курсе, уважаемые слушатели, на этих двух лекциях я отстаивал два положения или два тезиса. Первый тезис о том, что государство является институциональным агрессором, то есть, иначе говоря, оно всегда и везде существует за счет насилия. А второй тезис или второе положение, что в анархо-капиталистическом обществе у нас будет гораздо больше свободы – это раз, и гораздо больше возможностей для увеличения благосостояния – это два. То есть, иначе говоря, вот краткий итог этих двух лекций. Государство – институциональный агрессор, общество без государства на основе Анкапа будет иметь больше возможностей для увеличения благосостояния и будет обладать более высокой свободой. Теперь два дополнения, чтобы было понятно все дальнейшее обсуждение. Первый момент по поводу гарантий. Если вы спрашиваете меня или кого бы то ни было еще, кто отстаивает анархо-капиталистические принципы, кто в безгосударственном обществе будет что-то гарантировать, то сразу надо сказать, что ни в каком обществе – ни в анархо-капиталистическом, ни в современном, ни в социалистическом – невозможно что-то на 100% гарантировать. Государство существует уже несколько тысяч лет, и они исторически разваливались, появлялись новые и так далее. То есть, иначе государство не может гарантировать даже свое собственное существование. Не говоря уже о пенсиях, не говоря о каких-то других вещах, которые оно нам гарантирует. Поэтому анархо-капитализм лучше других систем не тем, что он что-то может гарантировать. Ни одна система не может ничего гарантировать. Будущее неопределенно. А то, что анархо-капитализм дает больше возможностей. Больше возможностей для экспериментирования во всех сферах. Больше экономической свободы, больше индивидуальной свободы. Вы вместо того, чтобы платить налоги, можете эти средства направлять и на благотворительность, и на собственный бизнес и так далее. То есть, иначе говоря, гарантировать не может никто, но анархо-капитализм дает больше возможностей. И, наконец, последний момент. То, о чем я буду говорить сегодня, это не некое описание будущего общества анархо-капиталистического. Это не некая утопия. Я скорее говорю о том, что то, что существует уже сейчас, может быть развито. То есть, в нынешнем обществе уже существуют виды взаимодействий, которые основаны на добровольном обмене. Соответственно, торговля, использование, например, криптовалют и прочие вещи являются примерами добровольного сотрудничества. И, соответственно, в анархо-капиталистическом обществе мы не должны придумать, как оно будет функционировать, а мы скорее должны снять те ограничения, которые есть сейчас. То есть, это не придумывание того, чего нет, какого-то идеального человека или идеального общества, а демонстрация того, что если с нынешнего общества снять вот эти ограничения, эти кандалы институционального агрессора, оно будет и богаче, и свободнее. Вот на этом мое вступление закончилось. Спасибо. Три минуты. Вроде как получилось. Если я буду кратче, более кратким, я думаю, что это только приветствуется. Да, отлично. Все понятно. И когда будете готовы, я, наверное, перейду к первому вопросу. Начинаем. Итак, вопрос номер один. Что обеспечит сохранение страны как целого после упразднения государства? Во-первых, никто не может гарантировать или обеспечить сохранение государства. Государства разваливались исторически в прошлом, страны. Они, по всей видимости, будут распадаться, объединяться и в будущем. Исчезла Римская империя, исчез Третий рейх, исчезл Советский союз. Есть менее драматические примеры, когда государства отделяются. Та же самая Чехословакия. То есть в этом смысле гарантировать никто сохранение на 100% не может. И в этом смысле капитализм тоже не может. Но он, в отличие от государственной системы, подразумевает, что в качестве основы лежит взаимновыгодная торговля. То есть, иначе говоря, торговля примеряет. Это очень важный тезис. Если регионы и страны взаимодействуют друг с другом на принципе взаимного выигрыша и торговли, то они будут гораздо более склонны к сохранению этого союза, чем остальное. Отвечая буквально на ваш вопрос, что сохранит страны от распада и общество от распада, это, конечно же, желание жить вместе. Если государства исчезают, у людей остаются родственные связи, культурные связи, языковые связи и прочие вещи. Причем они уже основываются не на насилии, а на взаимном выигрыше. Поэтому у нас, в общем-то, есть два пути эволюции различных обществ. Первый путь эволюции, когда государства этот процесс пытаются направить, пытаются что-то гарантировать, но все равно разваливаются, все равно конфликтуют, все равно воюют. Здесь же, в анархокапиталистическом обществе, главная ценность – это не союз. Главная ценность – это люди. Поэтому люди могут объединяться в одни страны, в другие страны, в одни сообщества, в другие. И это совершенно нормальный процесс. То есть не надо бояться того, что будет происходить процесс исчезновения одних государств или стран, или обществ и появления других. Это естественный процесс, и он будет протекать тем лучше, чем больше он будет основан на торговле и взаимном выигрыше, а не на насилии. Насилие не гарантирует нам сохранение обществ. Государства постоянно их разрушают. А то, что будет в анархокапиталистическом обществе сохранять общество – это взаимный выигрыш и культура. Как было, например, в Древней Греции. Там не было централизованных государств, но то, что объединяло города-государства, их так называют фактически полисы, – это торговля и общая культура. Спасибо. Так, успеваем. Вроде получилось. Я готов перейти к следующему вопросу. Как только я заканчиваю, вы можете сразу зачитывать следующий. Хорошо, давайте. Можете говорить номер, чтобы, может быть, кто-то потом мог отследить, что это второй вопрос и так далее. Вопрос номер два. Как обеспечить оборону страны в рамках вашей системы организации общества? Собственно говоря, безопасность – это одна из важнейших потребностей для любого общества. И нет ничего удивительного, что если государство не будет предоставлять эти услуги, потому что оно исчезнет, это будут делать частные армии или какие-то другие образования, которые финансируются не за счет государства, а финансируются добровольно. В истории мы знаем множество примеров добровольных союзов и объединений, которые пытались защитить определенную территорию. Мы знаем о частных армиях, в частности, армия Ордзивиллов. Мы знаем о том, что различные армии финансировались не за счет налогов, а за счет добровольных пожертвований. То есть в этом смысле, когда исчезает государство, не исчезает потребность людей в сохранении своей безопасности. Что мы можем предсказать в этом отношении? Государство сейчас является монополистом в этой сфере, то есть оно обязывает через налоги финансировать оборону и безопасность. То есть у нас нет конкуренции, более того, государство не открывает всей информации. То есть иначе говоря, мы за государственную армию платим дорого и получаем менее качественные услуги, чем если бы была конкуренция. В этом смысле отсутствие государственной армии означает, что частные армии, которые финансируются из кошелька конкретных людей, причем они могут в любой момент отказаться платить, потому что им не нравится то, как эта армия защищает. Они могут другим ополченцам, скажем, предоставить эти средства, стимулируют эту армию работать хорошо. То есть иначе говоря, здесь работает принцип, как и в любой отрасли, если вы работаете плохо, вы теряете клиента. Если вы работаете хорошо, вы получаете деньги. Государственные армии заинтересованы в выкачивании денег из бюджета, раз, и заинтересованы в боевых действиях, два. То есть они ведут всегда агрессивную политику, потому что это позволяет выбивать больше денег из средств налогоплательщиков, из карманов налогоплательщиков. В этом смысле отказ от государственных армий и переход к частным армиям позволят устранить эту проблему, позволят людям меньше платить и получать качество услуг гораздо более высокого уровня. Спасибо. Следующий вопрос. Как и чем будет определяться и вводиться законодательство и уголовный кодекс? Да, спасибо. Я об этом говорил на лекции, но сейчас кратко скажу. Собственно говоря, правовая система бывает двух видов. Одна из этих систем подразумевает, что есть законодательный орган централизованный, который принимает законы. Другая система, основанная на прецедентах, говорит о том, что законы творятся судами. То есть суды являются производителями правил. И исторически то же самое английское право, оно, конечно же, было прецедентным. Кстати, говорят, до сих пор оно считается одним из лучших. И когда люди из других стран судятся, они предпочитают судиться именно по английскому праву, а не по каким-то другим правам. В этом смысле, конечно же, отвечая на вопрос, кто и как в рамках теории Анкапа будет определять, вводить законы или нет, это будет решать суд. Один суд, другой суд. И так как здесь нет одного субъекта, а есть множество субъектов, множество судов, то одни из правил будут приживаться, другие будут отмирать. То есть в этом смысле обычай, обычай как то, что возникает в обществе без чего-то приказа, является одним из источников правовых институтов. То есть свобода договора, обмен, они возникают задолго до того, как возникает само государство с различного рода системами. Поэтому если мы откажемся от государственных законодательных актов, это не означает, что мы вернемся в хаос. Это означает, что у нас будут возникать правила, но уже основанные на опыте, и опыт, который не противоречит здравому смыслу и не противоречит нашим целям. Потому что законодатель находится далеко, и принятие законов сейчас никак не связано с потребностями самих людей. Отсюда гигантское количество законов, противоречащих друг другу и так далее. В системе, где суды являются источниками права, мы избавляемся от рисков централизации власти, от рисков принятия законов, которые не будут работать. Поэтому, отвечая на вопрос третий, как и кем, частными судами в процессе судебных разбирательств. Рассматривается дело, один украл другого курицу, суд постановляет, что виноват тот, кто украл курицу. И подобных случаев, конечно же, будет много исторически. И когда принимаются решения новыми судами, они подтверждают свое решение прецедентом, который был до этого. Когда их много, то это как бы становится очень важной компонентой верности нового решения. То есть, когда миллион первый раз рассматривается дело, где кто-то украл у кого-то курицу, то все очень быстро разрешается. Разрешается не на основе того, что кто-то запретил воровать куриц именно, а на основе обычаи, который сложился и был закреплен судами. Спасибо. Итак, вопрос номер четыре. Кто и как в рамках вашей теории должен поддерживать правопорядок и справедливость работы правоохранительной и судебно-исполнительной системы? Ну, наверное, сразу надо сказать, что в рамках нынешнего общества государство обещает нам правопорядок, справедливость и безопасность. Но на самом деле мы понимаем, что оно это не предоставляет или предоставляет в искаженном, скажем так, виде, в очень плохом качестве и за высокую цену. И причина этого, конечно же, в монополии. В случае анархокапиталистического общества правопорядком занимаются частные охранные организации. И эти частные охранные организации фактически предоставляют свои услуги на свободном рынке. То есть вы можете воспользоваться их услугами, скажем, приобретая страховой полюс. То есть на определенной территории, которая не обладает государством, существует несколько таких охранных предприятий. Если вы хотите, чтобы они вас защищали, вы можете приобрести страховой полюс страховой компании, которая, соответственно, часть этих денег направляет на финансирование этой частной охранной организации или предприятия. Называться это может совершенно по-разному. Естественно, я не могу предсказать, как это будет. Это один из возможных вариантов. И вот частная охранная организация следит за правопорядком. То есть нанимает полицейских, скажем, или полицейские машины, которые будут патрулировать определенный регион. Нанимает людей, которые будут непосредственно следить за безопасностью и так далее. То есть на самом деле уже сейчас мы знаем, что предоставляются такие услуги. У нас есть частные охранные предприятия, которые за деньги без денег государства предоставляют соответствующие услуги. И то же самое будет характерно для общества без государства. Людям, конечно же, потребуется безопасность. Они будут выбирать ту охранную организацию, которая предоставит им услуги дешевле и лучшего качества. Потому что сейчас у государства стимул какой? Побольше денег забрать через налоги, а у каждого отдельного полицейского участка задача передать свои проблемы на какой-то другой уровень. То есть что не на моем участке произошло определенное правонарушение, а на чужом. То есть, иначе говоря, стимулы искажены. Если же этим будут заниматься частные охранные организации, они будут непосредственно мотивированы перед теми, кто платит за их услуги. Плохо работаешь, не получаешь деньги. Как бы наказываешься рублем. В этом смысле конкуренция лучше монополии и в данном случае. Если у нас есть множество частных охранных организаций, то они будут лучше работать. То же самое касается судов. Если у нас есть множество судов. Кстати говоря, у нас и сейчас есть частные суды, так называемые третейские. Так вот, чем больше у нас будет частных судов, тем больше будет конкуренция между ними. И так же, как на обычном рынке производство некачественного продукта лишает вас клиентов, так же и суд, который будет принимать неправомерные решения, будет лишаться клиентов. Никто не захочет в нем судиться. Даже сейчас на уровне международного права, там же существует анархия, вы можете судиться в любом суде. Никто не хочет судиться в российском суде. Все хотят судиться в английском. Ну, если речь идет о людях, которые могут себе это позволить. Поэтому очевидно, что будут отсеиваться те суды, которые не решают дел по справедливости. Спасибо. Итак, вопрос номер пять. Как должны будут распределяться ресурсы страны и кому они будут принадлежать? На вторую часть вопроса очень легко ответить. Они будут принадлежать частным лицам. То есть капитализм в чистом виде подразумевает, что у нас нет других собственников, кроме частных лиц. Они являются единственными собственниками. Поэтому процесс никто централизованно не распределяет. Если в стране живет, условно говоря, 50 миллионов человек, уберем детей и пожилых людей, инвалидов, вот те люди, у которых есть имущество, они и заключают сделки. Сделки, в результате которых одна сторона что-то выигрывает, другая сторона временно проигрывает или обе выигрывают. То есть, короче говоря, происходит рыночный процесс, в котором никто итоговый результат не определяет. Вот когда мы смотрим футбол, мы видим итог на табло, но этот итог на табло никто конкретно не установил. Нет одного человека, который этот результат устанавливает. Это рождается из действия двух десятков человек. Но на самом деле большего количества. Это еще и родственники, и тренеры, и так далее. В этом смысле в анархопатриотическом обществе никто централизованно ресурсы не распределяет. Они распределяются собственниками коих десятки миллионов. Они принимают свои решения, исходя из своего личного интереса. Но этот личный интерес, он оказывается выгодным и другим людям. В результате мы получаем с вами вполне работоспособную систему. В отличие от системы, где все решается из центра, и в результате получается исключительно хаос. Поэтому действительно ресурсы в анархопатриотическом обществе никто централизованно не распределяет. Они распределяются по различным сделкам конкретными людьми. Почему ваше описание развития государства отрицает позитивные и естественные формы его образования? К примеру, на основе лидерства, коллективной безопасности и так далее. Я уже определял раньше государство как институционального агрессора. То есть государство, конечно же, всегда существует за счет монополии на насилие и за счет сбора налогов. То есть это недобровольные вещи. И в этом смысле лидерство в недобровольных вещах не то чтобы я отрицаю, но оно принципиально отличается от лидерства в тех сферах, где люди сотрудничают, а не убивают друг друга или отнимают собственность. В этом смысле лидер бандитской группировки будет отличаться от лидера музыкальной группы принципиально. И не то чтобы я отрицаю лидерство в бандитской группе в том смысле, что оно существует, а я отрицаю позитивность этого лидерства для самого общества, то есть для других людей. Если человек прекрасный организатор и великолепно обладает харизмой, организуя вокруг себя бандитов, и потом эти бандиты ездят по территории и грабят людей, то для меня это принципиально отличается от ситуации, когда лидер проявляет эти качества для того, чтобы создать коммерческую фирму, для того, чтобы создать произведение искусства, для того, чтобы создать какую-то церковную структуру и организацию, которая основывалась бы на добровольных исключительно пожертвованиях. То есть если это все существует, это допустимо и необходимо. Лидерство я не отрицаю, просто лидерство всегда важно понять в какой сфере. В сфере государства лидерство всегда порождает так или иначе жертву. То есть даже если вы прекрасный харизматичный лидер, вам придется использовать насилие для того, чтобы помочь одним, а не другим. И в этом смысле лучше, если бы вы это лидерство направили в более конструктивное русло. То есть создавали бы что-то в игре win-win, где каждая сторона выигрывает. Создайте новую технологию, создайте новый продукт, напишите новую книгу, музыку создавайте. Потому что в таком случае, если у вас хорошо получится, то выиграете и вы, и выиграет остальные. Причем вам не нужно будет кем-то жертвовать ради этого. Я имею в виду, не надо никого-то сажать в тюрьму или у кого-то отнимать деньги через налоги. Потому что вы это все можете сделать добровольно, на основе помощи других людей, либо на основе коммерческих сделок. Поэтому лидерство, лидерство рознь. Есть лидерство в сфере насилия, и оно не может быть позитивным для других людей. Есть лидерство в добровольном сотрудничестве. И его я всячески приветствую. Спасибо. Итак, вопрос номер семь. Кто и как должен будет заботиться о уязвимых и слабых слоях общества, стариках, сиротах, инвалидах, бездомных, сумасшедших и других? Уже сейчас мы знаем, что этими вещами отчасти занимаются сами семьи. То есть институт семьи является очень важным средством для поддержания больных, поддержания неработоспособных, стариков, инвалидов и так далее. Я думаю, что любой человек, живущий в России или на постсоветском пространстве, прекрасно понимает, что он сможет гораздо лучше помочь своим родным, если они будут больны и неработоспособны, чем государственные организации. Тем не менее, это не означает, что в анархокапиталистическом обществе не будет различных обществ взаимопомощи. Например, в Англии в 15-18 веках существовала развитая система институтов взаимопомощи. То есть человек, если он получал травму на предприятии, мог рассчитывать на помощь этого комьюнити. В этом смысле различные благотворительные организации, общество взаимопомощи, общество, например, взаимного кредита, там тоже определенная взаимопомощь существует. Это институты, которые, естественно, будут возникать, потому что люди хотят не только реализовывать свои цели, а участие людей есть цель помогать другим. Они будут на это свои собственные силы и энергию тратить, и также это будут делать другие люди. Причем мы можем предсказать, что это будет делаться в большем количестве и лучшего качества, потому что уже сейчас есть эти благотворительные организации и помощи бедным, и бездомным, и больным детям и так далее. Но те, кто помогают, они платят гигантские налоги государства. В некоторых странах эти налоги достигают 50% ВВП. То есть это означает, что если государство перестанет существовать, то у людей останется гораздо больше денег для того, чтобы помогать бедным, нуждающимся, жертвовать религиозным организациям, которые для них важны, поддерживать те институты, которые они считают правильными. Сейчас же у людей нет таких возможностей. 50% денег у них отнимает государство. А в обществе без государства эти деньги будут принадлежать им, и они будут поддерживать только тех, кто действительно хорошо предоставляет эти услуги. В этом смысле, конечно же, в анархо-патриотическом обществе о уязвимых, о стариках и сиротах будут заботиться. С одной стороны, семьи, а с другой стороны, различного рода общества взаимопомощи, в том числе религиозного, церковного типа. Так было, например, в XIX веке в России. В частности, образование многие получали в церковно-приходских школах, которые предоставляли услуги без денег государства. Спасибо. Итак, вопрос номер 8. Кто в рамках вашей системы должен следить за качеством товаров и услуг, защищать потребителей, природу и экологию от активности, свободных от контроля производителей? Ну, конечно же, главный, кто должен все это контролировать, если он этого хочет, это потребитель. Уже сейчас потребитель, конечно же, понимает, что главный, кто может его защитить, это он сам. Когда он идет в магазин, проверяет качество продукции, он смотрит на отзывы в интернете. Короче говоря, он понимает, что в 99,99% помочь выбору может только он сам. То есть сам человек плюс различного рода другие потребители или организации, которые связаны с интересами потребителя, предоставляющие ему информацию. То есть в этом смысле в анархокапиталистическом обществе с одной стороны этим занимаются сами потребители, что происходит уже сейчас, а с другой стороны вполне приемлем такой институт, как общество потребителей. То есть потребители следят за продукцией, передают другим потребителям информацию о том, что вот эта некачественная продукция, обратите на нее внимание, ее не потребляйте. И таким образом защищают этого потребителя. Кроме того, эти организации, тоже добровольно создающиеся, могут поддерживать людей в качестве судебных разбирательств. Это, кстати говоря, действует и сейчас. Когда какая-нибудь бабушка в США отравится, например, или упадет в супермаркете, подскользнется на не очень чистой поверхности, найдется гигантское количество людей, которые дадут ей деньги для того, чтобы она отсудила у крупной корпорации гигантскую сумму за нарушение ее прав, за нарушение ее собственности, ее интересов как потребителя. Поэтому главное, кто будет следить за поведением фирм, это сами люди, а не чиновники, которые не очень сильно мотивированы. Потому что как только вы создаете орган, который будет контролировать качество продукции, возникает проблема захвата регулятора. То есть кто-то из крупных бизнесов захочет контролировать эту структуру, и дальше уже эта структура будет отсеивать появление конкурентов. То есть, иначе говоря, она ведет какие-то стандарты качества, в результате которых крупные игроки на рынке останутся, а мелкие исчезнут. В результате от этого пострадает сам потребитель. Оказывается, что скупой платит дважды. Лучше все-таки заплатить один раз, когда вы покупаете сам товар. Отдельно, как бы получается, внутри этого вопроса есть про экологию пункт. И это отдельный момент. Он решается, конечно же, лучше всего приватизацией земли и природных ресурсов. Потому что если он находится в частных руках, то собственники не заинтересованы в том, чтобы кто-то другой разрушал имущество. Иначе говоря, если рядом с вашим участком находится завод, который выбрасывает вредные вещества, то при развитой судебной системе вы просто подаете иск, доказываете, что вы теряете имущество, и этими штрафами просто можете разорить этот завод. То есть, иначе говоря, есть тот, кто непосредственно может отстоять свою собственность. Почему коровы не вымирают, а киты вымирают? Потому что у коров есть собственники. И земля лучше управляется тогда, когда есть тот, кто владеет этой землей, потому что он тогда заинтересован, чтобы качество земли было высокое. Если вы на определенном участке строите дома, а потом продаете эти дома, то вы заинтересованы в том, чтобы заводы не разрушали экологию, по крайней мере, в вашей территории. Потому что это скажется на стоимости ваших домов. Вы не сможете продать их по высокой цене. Люди не захотят жить в районе, где плохая экология. То есть, иначе говоря, рынок лучше всего решает проблемы качества не только продукции, но и чистоты природы, то есть экологические проблемы. Спасибо. Итак, вопрос номер 9. Кто и как должен представлять страну в процессе глобальных отношений между странами при решении различных сложных ситуаций и кризисов? К примеру, экологические катастрофы, терроризм, территориальные споры, вооруженные конфликты и другое. Я думаю, что здесь ответ кроется, конечно же, в слове лидерства, про которое вы упоминали раньше. Только это лидерство уже не связанное с тем, что человек является президентом, премьер-министром, монархом или кем бы то ни было еще. Он просто является моральным авторитетом. Возможно, то, чем он занимается, очень далеко от управления государством. Это может быть музыкант, это может быть философ, это может быть просто человек, обладающий почему-то большим авторитетом. Кстати говоря, возможно, вы знаете, что когда террористы захватывали те или иные территории, те или иные объекты, то, как правило, переговоры осуществляли различного рода посредники. Понятно, что наличие этих посредников позволяло спасти определенное количество жизней. Это я не к тому, что так нужно действовать всегда, это я к тому говорю, что лидерство неформальное, оно возникает даже в экстрадигарных ситуациях. Если вы смотрели фильмы «Катастрофа», вы знаете, что когда 30-40-50 человек оказываются в нечеловеческих условиях, спонтанно выделяются лидеры, которые оказывают очень серьезное воздействие на других тем, что у них больше опыта, это может быть больше харизмы или они просто убедительнее. Но в любом обществе возникают неформальные лидеры и оказывают, конечно, существенное воздействие. В этом смысле в анархокапиталистических обществах также будут существовать свои лидеры, так же, как сейчас, например, есть лидеры в сфере бизнеса, которые очень сильно влияют на ментальность других людей, своими тренингами, своими книгами и так далее. Различные слова «духовные лидеры» они тоже могут призвать. Есть даже с точки зрения, что Первая мировая война была бы невозможной, если бы Лев Николаевич Толстой дожил до 2014 года, его не стало в 1910 году, потому что его моральный авторитет был таким высоким. Мы не знаем, так это или не так, но во всяком случае мы знаем, что кроме государственных лидеров есть другие моральные авторитеты, и они будут обладать, что называется, полной возможностью реализации своего авторитета в безгосударственном обществе. Спасибо. Так, вопрос номер 10. Как предотвратить разрастание коммерческих корпораций и других подобных объединений в новые подобия государства? Ну, во-первых, наверное, само по себе разрастание коммерческих корпораций не является проблемой ни для кого. То есть, если какая-то компания, производящая, ну, например, телефоны или автомобили, увеличивает продажи своей продукции, то в самой этой тенденции нет никаких проблем, потому что единственный способ стать корпорацией крупной – это производить тот продукт, который нравится потребителю. В конечном итоге задача корпорации в том, чтобы удовлетворять потребности людей с минимальной ценой наилучшего качества, конкурируя, естественно, с другими производителями. То есть далеко не все крупные корпорации становились сращенными с государством. Какие-то, конечно же, становились. Кстати говоря, не только крупные. Иногда и средний бизнес, и мелкий бизнес оказывается завязан тоже на интересы власти, потому что через них бывает иногда проще государству отмывать свои доходы. Но совершенно верно, что в современном обществе, где государство занимает гигантскую роль, крупные корпорации очень часто объединяются с исполнительной властью, чтобы ограничить вход на рынок новых игроков, чтобы получить из бюджета субсидии и так далее. Как не допустить этого в обществе, где нет государства? Ну, во-первых, если нет государства, то у корпорации нету стимула объединяться с чем. Государство же не существует, оно может только попытаться его учредить. И в этом смысле помешать учредить это государство может процесс появления новых игроков. То есть ведь когда какая-то крупная корпорация становится крупной, это замечают и остальные производители. То есть они видят, что этот продукт пользуются спросом. Вот раньше этой компании было 20% рынка, теперь 50%, а дальше 80%. А почему такая популярность? Все начинают анализировать. Потому что они вот такого рода продукции производят. Соответственно, появляются компании-конкуренты, которые что-то копируют, что-то изменяют, и так процесс конкуренции не дает этой компании на века остаться лидером. Или единственный способ ей сохранить это лидерство, это делать что-то действительно лучше других. В этом смысле лучший способ защитить общество от бесконечной власти, корпорации, это свобода входа на рынок. Свобода входа на рынок означает, что государство не мешает появлению новых компаний и новых бизнесов. Если какая-то крупная компания приносит большую прибыль, это естественным путем приведет к появлению конкурентов. Самые крупные сейчас компании еще 10, 20, 30 лет назад были размером с гараж, из которого они все и выросли. На самом деле самые крупные компании боятся не своих конкурентов, а появления как раз-таки вот таких никому неизвестных компаний, потому что они со временем становятся гигантами. Но этот процесс – процесс постоянных перемен. Спасибо. Итак, вопрос номер 11. Как и что должно предотвратить радикальное обособление групп людей по расовому, сословному, идеологическому и другим признакам, и религиозному в том числе? Да, спасибо. Очень важный вопрос, очень хороший вопрос. Для начала действительно ли нужно бороться с обособлением, то есть с правом человека объединяться с другими людьми по каким-то критериям. В анархокапиталистическом обществе, как мне кажется, и в любом обществе, где уважают права человека, человек может объединиться с любителями марок, с любителями футбола и, условно говоря, не пускать туда других людей, то есть людей, которые не интересуются футболом. Нет никаких проблем, чтобы создать закрытое комьюнити. И оно может совершенно по разным принципам сформироваться. Оно может быть по принципам интересов, оно может быть по возрасту, оно может быть в том числе по цвету кожи. В принципе, хотя это мне кажется неразумным, но в либертарианском анархокапиталистическом обществе, если люди хотят видеть за своим столом только людей с определенным цветом кожи, и это единственное, что они себе позволяют, то, в общем, это их проблема. Запрещать людям объединяться добровольно и, что называется, выпивать с теми, с кем они хотят, запрещать я не считаю правильным. С другой стороны, есть, конечно же, силы, которые вот эту сегрегацию, это отделение будут разрушать в анархокапиталистическом обществе и как бы стимулировать сотрудничество даже между разными людьми. Это, конечно же, торговля и денежный доход. Потому что, если, условно говоря, вы продаете свой продукт и говорите, что он производится только для женщин или только для мужчин или только для богатых или только для бедных или только для республиканцев или только для демократов, то вы автоматически сужаете ваш рынок до 50% его потенциала. Когда Майкл Джордан в 90-е годы рекламировал свои кроссовки, ему предложили поддержать лидера демократической партии. Он отказался это делать, сказав, что республиканцы тоже носят кроссовки. И это был ответ бизнесмена. В том смысле, что если вы продаете кроссовки для 300 миллионов человек, которые живут в Америке, то если вы не хотите потерять 150 миллионов рынка, то, очевидно, вам стоит как бы уйти от такого рода сегрегации. То же самое касается любого бизнеса. Ну, кроме, конечно, нишевого бизнеса, где действительно вы продаете там одежду для детей или женскую одежду. Это понятно. Но в гигантском количестве случаев ваша продукция потенциально имеет безграничные возможности. Ну, во всяком случае, для всех людей может быть интересно и полезно. И в этом смысле, если вы не будете продавать людям бедным или богатым или с каким-то цветом кожи, то ваше заведение будет просто терять деньги. То есть, условно говоря, если вы пускаете ваше кафе только там черных или только белых, то вы понимаете, что вы определенный процент ваших покупателей теряете. И экономический интерес, конечно же, будет заставлять компании переходить на принцип к десегрегации. Если я позволю себе все-таки рекомендацию, не читали роман Артура Хейли «Отель», там очень хорошо описан процесс, как чисто коммерчески в США происходил процесс разрешения, ну, то есть, исчезновение сегрегации, черное отдельно, белое отдельно. На примере одного отеля частным образом возникает стремление перейти к модели, когда вы допускаете всех для заселения. Вы знаете, что в Америке так было не всегда. Позвольте, вот времени у нас хватает, маленькое дополнение. Вот имелось в виду все-таки радикальные группы, то есть, более такого, скажем, враждебного к обществу толка, которые могут теоретически возникнуть как некая замена государству. То есть, вот если чего-то нет, какого-то объединения, они могут хотеть объединиться по другому признаку и по этому признаку также построить иерархию и какое-то вот свое такое жесткое объединение, которое будет, скажем, настроено против других групп населения. Вот как с этим быть? Ну, давайте для начала разберемся с тем, что любое сообщество, даже филателистов, может кому-то не понравиться и он посчитает, что они потенциально хотят захватить весь мир, навязать всем свою политику, и поэтому давайте на этом этапе их всех расстреляем. Я могу даже не шутить, потому что в 30-е годы в Советском Союзе и в Германии примерно так и происходило. То есть, я к чему говорю, что если в обществе возникает какое-то сообщество, даже которое кому-то кажется радикальным, пока она ничего радикального не делает, то есть, они собираются, условно говоря, и читают какие-то книжки, то само по себе чтение каких-то книг не является преступлением. Преступлением является ситуация, когда они грабят, убивают, призывают к насилию, и тогда уже другие люди вправе вмешиваться в их действия. То есть, иначе говоря, в анархокапиталистическом обществе нет у людей права превентивно кого-то наказывать. То есть, если человек не совершил правонарушения, сажать его в тюрьму и наказывать за это нельзя. То есть, вы можете следить, быть внимательным, что называется, поставить на счетчик, что вот здесь есть странное общество, сообщество, которое мечтает грабить, убивать и так далее. И спонтанным путем другие могут контролировать этот процесс, то есть, следить за действиями этих людей, и в момент, когда они, скажем, пытаются напасть на супермаркет, они уже как раз нарушают право собственности, и здесь они могут получить отпор. То есть, в этом смысле, пока куклус-клан существует только как организация, где люди ходят в белых своих капюшонах, в наволочках, если они только это делают, то как бы запретить этим заниматься им нельзя. Но как только они в этих наволочках или без этих наволочек нападают на других людей и их грабят, вот здесь уже вступает принцип агрессии против агрессоров. То есть, вы имеете право защищать свою собственность, собственность других людей от людей, которые совершают насилие. Потому что пока насилие не совершено, вам может почудиться насилие в любом акте. То есть, например, вы, скажем, интересуетесь какими-то видами философии или, скажем, интересуетесь христианством или буддизмом, а кто-то сочтет, что это не что иное, как сатанизм, и как это было в 20-е годы, будут уничтожать людей по религиозному принципу. Мы знаем, что много и буддистов было уничтожено в 20-е годы, и в 30-е годы, в общем, весь советский период. То же самое касается православных, например. То есть, в этом смысле какое-то сообщество, если оно возникает на добровольной основе и кому-то не нравится, это в анархопиталистическом обществе не проблема. Как бы пока нет каких-то действий, нет и наказаний. Но как только возникает это действие, возникает право на защиту. Здесь, конечно, нужно понимать, что провокаторы вполне могут тоже подобное что-то учудить, но тут всегда важно, конечно, выяснить, провокатор это или нет. А так, в целом, конечно же, если общество радикальное, в том смысле, что оно совершает насилие, то уже его можно, конечно, что называется, в общую правовую систему вводить и закрывать. То есть, правовая система анархопиталистического общества, основанная на частной собственности, если она видит, что какое-то комьюнити нарушает этот принцип, то оно может наказать, принудить к исполнению тех людей, которые не соблюдают эти нормы, нормы для данного сообщества. Спасибо. Так, следующий вопрос, номер 12. Кто и как предотвратит скупку собственности земли в стране представителями других государств или каких-то других сильных объединений, союзов, корпораций с целью установления над ними своего контроля, то есть, над этими территориями? Закон спроса и предложения. Все очень просто. Если кто-то скупает землю в определенной стране, то он может это сделать только за счет денег, то есть, за счет того, что признается людьми на данной территории в качестве денег. То есть, просто-напросто, скажем, за счет денег другого национального государства не получится скупить, потому что оно не является деньгами на данной территории, это просто фантики. Если мы говорим про анархокапиталистическое общество, это означает, что деньги должны быть с товарными. Это либо криптовалюты, либо золото и серебро. Это не фиатные деньги типа долларов, рублей. Чтобы скупить всю территорию, вам потребуется гигантское количество золота, и пока вы будете скупать, вы будете набрасывать цены вверх, вверх, больше и больше и больше. И вы это общество будете делать богаче. То есть, иначе говоря, если бы Адольф Гитлер Польшу начал скупать, а на нее не нападал бы, то он бы проиграл в этой гонке, потому что скупая территорию Польши, он бы сделал Польшу богатой, а Германию бедной. Потому что скупать это можно только через налоги. Налоги пришлось бы изымать своей территории. А покупая землю, вы сталкиваетесь с тем, что она становится дороже. Потом что вы с этой землей будете делать? Ну, то есть, хорошо, вы скупили эту землю, а дальше-то что? Как бы вы не обладаете правом, чем пускать туда войска чужой армии, в любом случае. Потому что территория других, другая территория, что называется, не находится в этой собственности. Да и кроме того, наличие частной собственности не означает наличие права вводить войска с другого государства. Даже в анархопиталистическом обществе, я думаю, будут определенные нормы, запрещающие подобного рода действия. То есть, в этом смысле, как только начинается скупка с попыткой государства скупить всю территорию, это автоматически делает эту экономику гораздо богаче. На эти деньги можно купить вооружение и, что называется, уже действительно по полной программе защитить свое государство. Давайте такой мысленный эксперимент. Гитлер начинает скупать территорию Польши, вместо строительства своих танков и самолетов, Польша строит свои танки и самолеты. В какой-то момент у Гитлера заканчиваются деньги, на него нападает Польша и отнимает, что называется, всю территорию в свою пользу. То есть, вы понимаете, что так не работает? Вообще, государства никогда ничего не скупали. Когда была война севера и юга в США, одна из лучших моделей, которую мы сейчас видим, это то, что северяне могли просто-напросто на те деньги, которые они потратили на войну, выкупить всех рабов. То есть, они просто могли выкупить всех рабов, а не создавать самую кровопролитную войну в истории США. 750 тысяч погибло. А денег было потрачено так, что это было в 10 раз дороже стоимости каждого раба, которого они освободили. Это не означает, что не надо было бороться с рабством. Это означает просто, что государство всегда выберет самый дорогой способ. Война оказалась очень дорогим способом освобождения от рабства. И в этом смысле, конечно же, лучше, если у людей есть право что-то скупать. Если иностранцы могут что-то покупать, это гигантский приток инвестиций в сельское хозяйство и так далее. Потому что никто не захочет скупить, а потом убежать. Например, кто-то начнет скупать территорию земли и в России. И что? Что в этом плохого? Аж так позвольте вот тут уточнение. Да, пожалуйста. Вы приводите пример именно государства и взаимодействия между ними. А если с одной стороны государства нету, вы говорите, вот они позволили вводить войска, например, на территорию другой страны. Но если как бы общего объединения нету, то можно выкупить какую-то часть, ввести туда войска и так далее. То есть что не даст это сделать, если с одной стороны государство уже упразднено в каком-то смысле? На самом деле не даст стремление людей защитить свою территорию. Ну то есть вот вы говорите мой пример, это пример с государствами. Когда север напал на юг, государство перестало существовать как единый союз. То есть фактически государства не было, потому что до этого была единая страна и вот возник конфликт. Как южане стали на это реагировать своим методом? То есть в этом смысле это тоже такая реакция, которая вписывается в мою картину взаимодействия. То есть территория может продаваться и покупаться, даже если речь идет о безгосударственных обществах. Вы говорите о том, что вот кто-то будет скупать территорию и вводить туда войска. Но даже если он это будет делать, что будут делать другие люди? Кто это будет продавать? Кто будет продавать эту землю? Единственный вариант это если он действительно что называется защищает государство, а не свое сообщество. Тогда с этим действительно ничего не поделаешь. То есть и Польшу таким же образом раздербанили. То есть у вас может быть государство, но оно вас ни от чего не защитит. То есть в том смысле, что у вас будет агрессор, который так по кусочкам все и захватит, не покупая. То есть вот эта схема скупки, она вообще кажется абсурдной для любого мира, для мира, в котором сегодня мы живем или для мира, где не будет государств. Потому что если будет государство нападать на негосударственное образование, то оно в последнюю очередь будет выбирать скупку территорий с последующей всей истории. Почему? Потому что уже на стадии переговоров эта информация просочится дальше в комьюнии. То есть условно говоря, есть кто-то, кто живет на границе с этим государством и он хочет свой участок продать. Естественно, информация о покупателях земли и продавцах это всегда рыночная информация. То есть когда вы продаете дом, вы как бы об этом сообщаете. Если мы говорим о рынке земли, соответственно, кто-то может увидеть, что земля переходит из собственности в одних рук в другие. Соответственно, это вызовет определенную реакцию у соседей, будет информация очень быстро распространена. То есть те, кто получит эту информацию, либо откажутся от продажи, либо взвинтят такую цену, которая будет, условно говоря, не по карману тем, кто захватывает. Но вообще захватчики не торгуются. Они хотят захватить территорию, а не купить. Это разные вещи для них. То есть я не могу себе представить ситуацию, при которой в анархо-капиталистическом обществе, если существует где-то объединение такого государственного типа, государство предпочтет купить. Оно на самом деле не будет это делать, а если получится, где-то, я не исключаю, что возможно какой-то участок будет таким образом приобретен. Но всю систему в целом это, конечно, изменить не сможет, потому что как только такой прецедент произойдет, остальные уже на это отреагируют, скорее всего, с принципа защиты своей культуры, своей территории, своих правил и так далее. То есть мы здесь живем, мы здесь народ и так далее. Вот эти принципы, они же существуют вне зависимости от того, есть государство у этого народа или нет. Они все равно действуют. То есть люди хотят защитить свою культуру. Например, вот Тибет же существует тоже, хотя его вообще поработило государство. Так что странно быть сторонником определенного рода учений и сторонником государства. Ладно, спасибо. Итак, вопрос номер 13. Как и что должно предотвратить дробление страны на регионы, города и прочие отдельные объединения со своими правилами, порядками и законами? И кто поможет предотвратить территориальные и прочие споры и конфликты между этими новообразованиями и структурами? Моя точка зрения состоит в том, что когда у нас есть различные правовые системы и для одного региона, и для другого, для одного города, и для другого, это прекрасно. То есть это как раз таки то, что называют федерализмом. Вот в США, несмотря на то, что там есть государство, находящееся в Вашингтоне, то есть правительство, находящееся в Вашингтоне, там очень высокий уровень федерализма, то есть высокий уровень власти на местах. И у каждого штата свои, как вы знаете, законы, свои правила и так далее. И центр не может навязать многие вещи, практически ничего не может, ну может, конечно, но в очень ограниченном объеме, но изменить эту систему он практически не может, хотя и пытается центр это все сделать, подмять под себя регионы. Федерализм это средство, обеспечивающее защиту людей от централизации власти. То есть когда кто-то пытается навязать правила для всего общества, когда у нас существует конкуренция между различными правовыми системами, между городами, между регионами, между различными объединениями, то начинает как раз процесс конкуренции. То есть условно говоря, если в Калифорнии очень высокие налоги и неэффективная бюрократия, то люди, которые с этим не согласны, переезжают в Техас, где ситуация иная. Если люди живут в Нью-Йорке, я имею в виду город Нью-Йорк, ну и штат Нью-Йорк, соответственно, и им не нравится законодательство, которое их ограничивает, то они переезжают в другие штаты, в другие регионы, возможно, в другие страны, где налоги ниже. То есть в этом смысле здесь параллель с современным миром. Вот у нас же нету сегодня международного правительства. У нас есть 200 стран. Они взаимодействуют друг с другом, по сути дела, на принципах анархии. То есть как вот получилось, это получилось не потому, что кто-то запланировал. И представьте себе, если бы какая-то страна, неважно даже какая, стала бы гегемоном. То есть все страны были бы подчинены ей. Или был бы создан союз, который все государства во что-то единое формирует. Это означает, что у людей не было бы возможности свои собственные правила устанавливать. В этом смысле конкуренция правил, так же, как и конкуренция на рынке, дает лучший результат. И бороться с различными правовыми системами в городах, в селах, в интернете бесполезно. Разные правила должны быть для разных видов спорта. Так же и в мире тоже должны быть различные правила, но это не означает, что все они будут выживать. Будут выживать те правила, которые обеспечивают лучший результат комьюнити. Если, условно говоря, вы, как Калифорния, все покрыли высокими налогами, то со временем вы поймете, что это не приводит к процветанию вашего региона. А если в вашем регионе свобода экономическая и возможность для предпринимательского творчества, вот туда постепенно будут ресурсы перемещаться. Поэтому федерализм, конкуренция между регионами, между правовыми системами будет выделять лучшую из них. А остальные вынуждены будут ее так или иначе учитывать и копировать. Спасибо. Хорошо. Тогда вопрос номер 14. Как установление более радикальной формы капитализма совместно с упразднением бесплатного образования, медицинского обслуживания, правоохранительной системы и прочего поможет предотвратить усугубление разницы доходов между богатыми и бедными? На самом деле никакого бесплатного образования, бесплатной медицины, бесплатной правоохранительной системы никогда, нигде не существовало. Потому что все эти бесплатные системы, они, конечно же, существуют за счет налогов. То есть в конечном итоге за это платит все обычный гражданин, обычный налогоплательщик. И в этом смысле вам не предлагают сделать систему бесплатную, платной, вам предлагают ее сделать менее платной. Потому что нынешняя система, будучи централизованной, приводит к тому, что вместо образования мы получаем систему, профанирующую само образование, фактически вырождающуюся в определенную форму навязывания людям идеологии. Потому что когда государство контролирует образование и науку, оно начинает медленно, но верно определять и чему именно учить, кого учить, как учить и так далее. То есть люди не сами инвестируют в себя, а их государство воспитывают для того, чтобы они были хорошими и правильными друзьями государства или служителями государства. Поэтому мы получим плохое кино, которое финансируется из государства. Мы получим плохое образование, если оно построено на принципах государственного финансирования. И медицинское обслуживание будет плохим именно потому, что оно является государством. Оно и не является бесплатным. Наверное, не нужно объяснять любому человеку, кто сейчас живет в России или в другой стране, что когда он идет в поликлинику и формально получает бесплатно, из его заработной платы работодатель удерживает деньги, которые идут в том числе на эту услугу. А потом еще оказывается, что человек не может эту услугу получить, получает плохого качества и вынужден идти на рынки приобретать эту услугу. То есть, иначе говоря, платить дважды. В этом смысле, если мы откажемся от того, что государство этим занимается, то есть предоставим свободному рынку решать этот вопрос, то мы будем получать образование, основанное на конкуренции, конкуренции различных стандартов, различные формы платности. Оно тоже может быть частично бесплатным и уже бесплатным по-настоящему. Потому что нынешняя государственная система подразумевает, что все равно платит налогоплательщик. А благотворительная система, то есть, иначе говоря, вот Михаил пришел на лекцию в доме Айнрент, и она была бесплатной для него. И сейчас он тоже бесплатно получает эту услугу. Ну, конечно, оно не бесплатно для меня, но вот если меня исключить из этой схемы, то для всех остальных эта услуга является бесплатной. И как-то лекция, что была, так и то, что сейчас предоставляется. Это на частной основе и, соответственно, действительно бесплатное образование. Я не получаю с Михаила или с кого бы то ни было еще налоги. Поэтому не надо бороться с конкуренцией в сфере образования, в медицинском обслуживании, правоохранительные системы. Они будут работать лучше и эффективнее. А насчет границы между богатыми и бедными все также решается очень просто. Дело в том, что когда богатые люди становятся богаче, то единственным способом этого процесса становиться все богаче является расширение рынка сбыта. Если вы богатый человек, вам нужно все больше и больше продавать каких-то товаров или услуг, как вы еще можете стать богаче. То есть новые заводы, создавать новые фабрики, новые инвестиции и так далее. Именно инвестиции делают вас богаче со временем, если вы делаете инвестиции хорошо. Но когда вы совершаете эти инвестиции, вы на рынке труда и на других рынках увеличиваете спрос. То есть иначе говоря, чтобы нанять более квалифицированных специалистов, вам уже приходится, конкурируя с другими капиталистами, другими богатыми людьми, выплачивать им более высокую ставку заработной платы. На рынке труда, так же как и везде, господствует закон спроса и предложения. Если увеличивается спрос на труд, увеличивается цена труда. Да, сговор всех богатых людей невозможен, потому что всех перечислить невозможно. Кроме того, еще и бедные люди тоже могут нанимать бедных, если они пользуются кредитными ресурсами. Так что в этом смысле капитализм увеличивает благосостояние и богатых, и бедных. И в этом смысле он не усиливает антагонизма. Он усиливает возможности каждого человека реализовать свои таланты, будь он бедный или богатый. И не надо вешать какое-то клеймо на богатых, что они какие-то злодеи. А бедные, наоборот, святые. Маленький дополнительный вопрос. Пожалуйста, конечно. Вот я это представлял немножко так, что, скажем, пополнение бюджета как такового, который обеспечивает как раз и в каком-то смысле работы медицинских учреждений, образовательных и правоохранительных органов, он пополняется, вот этот бюджет, из дохода больше таких крупных фирм, скажем, и за счет добычи ресурсов, и за счет работы каких-то вот таких структур, очень массивных, да, принадлежащих олигархам и богатым людям и так далее. То есть заводы, предприятия, крупные магазины, там, не знаю, какие-то еще сети. То есть, по сути, вклад человека, скажем, бедного в это, он условно невелик. Да, и если даже учесть там и детей, и каких-то там нерабочей группы населения, и домохозяек, и стариков и так далее, то есть они могут вообще ничего не вкладывать в бюджет, но при этом у них есть доступ до бесплатной медицины, образования и правоохранительной системы, условно говоря. То есть не получается ли, что они все-таки получают от этого блага, но вкладывают меньше? И это распределение, оно делает, условно говоря, распределение ресурсов через государство более справедливым, чем если бы они платили каждый за себя и за каждую услугу выплачивали бы отдельным вот этим вот подрядчикам. Михаил, вы удивитесь, но нынешняя система, она работает не так. То есть фактически богатые как раз очень серьезно выигрывают от этого процесса перераспределения. Схема здесь очень простая. На самом деле большая часть денег в бюджет платится средним классом. Средним классом и бедными людьми тоже. Потому что если вы даже ограбите всех самых богатых людей, как мечтали сделать в Советском Союзе, то очень быстро выяснится, что этих денег хватит на очень небольшое повышение пенсии. Со временем и этого повышения не будет. Почему? Потому что на самом деле людей среднего достатка и бедных людей их большинство. То есть возьмите, например, Россию, там 140 миллионов человек. Богатых людей у нас там, ну дай бог, будет 10 миллионов. А остальное это там либо средний класс различного уровня, либо бедные люди. И понятно, что даже если у этих людей все взять и поделить, этого не хватит на значительное количество услуг, которые вот вы все перечислили. Образование, здравоохранение и так далее. То есть это так не может работать, как вы говорите, что вот богатые отдали свои деньги или часть денег. Потому что тем более, если они отдадут часть, то этого совершенно не хватит на систему, которая кормит 120 остальных миллионов человек. Это просто невозможно. Поэтому система работает не так. Налоги платят все. Подоходный налог платит каждый человек. Все мы платим НДС. И фактически главным платильщиком в современных обществах налогов является средний класс. Он и главный страдающий от этой системы. Вот. На самом деле получается, что именно так. А богатые оказываются выигрыши определенным образом. Странно кажется, но они тоже от этого выигрывают. Потому что отдавая деньги в бюджет и имея ресурсы для того, чтобы лоббировать, они оказываются в парламенте. Они оказываются у власти. То есть, иначе говоря, богатым людям проще пролоббировать свой бюджет, чем остальным людям. Во-первых, их много, у них разные интересы. А представьте себе, вы какой-то сахарозаводчик. У вас, например, гигантские прибыли, гигантский капитал. Вам гораздо проще пролоббировать каких-то депутатов, которые будут принимать закон ваших интересов. Например, субсидирующий вашу отрасль, либо ограничивающий конкуренцию с иностранными сахарозаводчиками. То есть, короче говоря, вы, во-первых, в теме, вы в теме, вы в деньгах. Достаточное количество у вас есть. И вы можете использовать власть в своих интересах. Что и происходит нынче. Самые большие доходы сейчас даже в западных странах – это доходы, связанные с лоббизмом. То есть, когда крупные корпорации лоббируют определенного рода свои интересы. И в этом смысле получается примерно следующая картина. Из-за существования бюджетной системы проигрывает средний класс, выигрывает богатые, и примерно на том же самом уровне остаются бедные. Вот так работает эта система. Вот, я не знаю, смог ли я как-то показать вам убедительно, как она работает, но фактически, видите, как-то вот бедные не очень счастливы. Средний класс не очень счастлив, богатые богатеют. За счет бюджета. Вот так парадоксально эта система работает. Ладно, спасибо. Тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Я себе записываю немножко. Если останется время, я с удовольствием услышу ваши комментарии. Ну и как-то тоже на них отвечу. Да, спасибо. Давайте тогда поторопимся, потому что у нас... Давайте. Мы, в принципе, успеваем, но на комментарии времени не так много, поэтому давайте продолжим. Давайте. Как при отсутствии общегосударственной истории, идеологии и организации, их сохраняющих, защитить общество от дезинформации со стороны различного рода корыстных организованных групп? Ну, для начала государство само не способно эту ситуацию как-то разрешить, потому что корыстные организованные группы постоянно появляются внутри государства и пытаются навязать свою идеологию, причем еще и уничтожить все остальное. У них есть реальная такая возможность. То есть государство действительно может человека с другими взглядами либо посадить, либо закрыть его, например, средства массовой информации, объявить его иностранным агентом. Много есть средств, как государство может бороться с инакомыслями. Оно действительно это делает. В этом смысле в анархокапиталистическом обществе невозможно кому-то отказать в праве ради своих корыстных интересов кого-то дезинформировать. Но у вас есть возможность пользоваться другими источниками информации. То есть, иначе говоря, конкуренция лучше монополий. И в данном случае, если у вас появляются новые средства массовой информации, какие-то блогеры, какие-то сайты, какие-то газеты или интернет-издания, которые на этом рынке свободно функционируют, то да, какие-то из них могут оказаться неблагонадежными. Какие-то могут из своих корыстных интересов вас дезинформировать. Не существует мира, в котором есть только ангелы, и они дают полную объективную информацию. В конце концов, люди, которые сообщают информацию, тоже ошибаются. И они могут даже несознательно служить дезинформаторами. Такое вполне возможно. То есть, главный способ при отсутствии общегосударственной идеологии сохранить возможность получить доступ к правде – это конкуренция различных мнений и ответственность самих людей за выбор тех или иных источников информации. И другого пути я, в принципе, представить себе не могу. Никто не может монополизировать истину или установить монополию на идеологию. Кстати, у нас даже в Конституции это было, вот в той Конституции это было записано, не знаю, в этой записано или нет, что у нас нет монополии на идеологию. Я думаю, что все-таки эту фразу тоже не стали убирать. Но, в общем, понятно, что главный способ обеспечения нас информацией, возможностью покупать книги, которые мы хотим пользоваться интернет-ресурсами, которые мы хотим, это как раз-таки свобода входа на рынок, появление новых игроков, невозможность государства использовать цензуру. То есть, фактически, одна, например, из поправок в Конституции США – это как раз поправка о запрете на цензуру. Сейчас, правда, она постепенно фактически нарушается. Хорошо, спасибо. Давайте тогда продолжим. Вопрос номер 16. Кто станет ограждать общество от оборота наркотических веществ, азартных игр, проституции, девиантного поведения, образования различного рода сект и так далее? Опять же, начнем с того, что, хотя у нас существует нынче государство, но никто не будет отрицать, что существует нелегальный рынок оборота наркотиков, существуют нелегальные подпольные казино, и азартные игры также используются, в том числе в этой системе. У нас есть проституция, и для того, чтобы знать о ее функционировании, вообще далеко ходить не нужно. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на любой столб. Ну и про девиантное поведение тоже не приходится удивляться, что оно существует, несмотря на то, что есть государство. В случае с обществом без государства, человек непосредственно несет ответственность за свое девиантное поведение, потому что если он ведет себя неблагонадежно, то ему никто не будет давать работу, ему никто не будет помогать. То есть, иначе говоря, сегодня человек, который сидит на социальном пособии, особенно где-нибудь в Европе, не заинтересован в том, чтобы выстраивать хорошие отношения с другими людьми, с родственниками, с друзьями и так далее. То есть он может быть таким антисоциальным типом. Он может тратить свои деньги, может быть, не на наркотики, а на приставки и видеоигры, и на проституцию в том числе, и при этом знать, что ему государство обеспечивает пособие по безработице, ему государство обеспечивает будущую пенсию и так далее. То есть в этом смысле, когда человек становится иждивенцем в нынешнем государстве, он все эти грехи, в кавычках, ну или не в кавычках, которые вы перечислили в 16 вопросе, он продолжает их осуществлять. А без государства все это будет непосредственно влиять на его жизнь. Поэтому он естественным путем будет дестимулирован к употреблению наркотиков. Это не означает, что люди не будут их употреблять. Я бы даже сказал, что хотя я считаю лично наркотики злом, сам по себе запрет наркотиков не приводит ни к чему, кроме к появлению черного рынка наркотиков и к соответствующему росту преступности. То есть в этом смысле вариант Голландии, пускай это не анархокапиталистическое общество, но тем не менее разрешение определенного типа наркотиков я лично не считаю проблемой. То есть если человек не убивает кого-то в этом состоянии, она свои деньги покупает, эти наркотические вещества, то в общем это его собственные проблемы. Я лично ему бы это не советовал делать, но это, как говорится, его проблемы. То же самое с азартными играми. Если человек теряет свои деньги, то он будет менее мотивирован. Но они, конечно, эти структуры будут. С проституцией, мне кажется, вообще нет смысла особого бороться. Это понимали даже отцы церкви. Фома Аквинский говорил о том, что все общество погрязнет в разврате, если запретить проституцию. Это говорил, простите, вообще святой. Таких примеров, кстати говоря, можно найти много. Не вижу в этой услуге ничего, что требовало бы запрета, если честно. То есть вот такая существует деятельность. Кто не хочет, тот может не заниматься. Это как бы право каждого человека. Насчет девиантного поведения я не совсем понимаю, что именно имеет в виду под девиантным поведением. Кто-то может идти по коридору и сам с собой разговаривать. По нынешним меркам, я не знаю, например, Дон Кихот был бы точно человеком с девиантным поведением. С анархокапиталистической точки зрения в них нет ничего плохого, потому что они не совершают грабежа, насилия. Может быть, Дон Кихот где-то его совершал, но в основном его образ связан не с этим. То есть в этом смысле в анархокапиталистическом обществе эти явления будут также существовать, но там, где они разрушительные, они будут ограничиваться естественной заинтересованностью не терять здоровье, не терять свое имущество, не терять свою жизнь. Но будут существовать люди, которые, конечно, пойдут на то, чтобы это делать, и их всегда будет меньшинство. Позвольте, дополнительный вопрос к этому. Конечно. А если взять ситуацию, когда это уже как бы с какой-то частью населения случилось, и они вот, скажем, пристрастились к наркотикам и, скажем, уже подверглись зависимости от азартных игр, и часть народа занимается проституцией, кто-то там занимается преступным поведением. И, скажем, как обществу справиться с этим, не имея защиты со стороны государства? Слушайте, по-моему, это очень просто. Ну, во всяком случае, те институты, которые этим могут заниматься, отчасти это семья. Очень много есть кейсов и сейчас, когда вытягивали людей из наркомании, либо там возлюбленные, либо друзья, либо родственники. То есть в этом смысле кто-то из ближних родственников или друзей может, что называется, помочь человеку в сложной ситуации. Это могут быть различные виды помощи, иногда даже разговор серьезный может повлиять. Но этого действительно очень часто не хватает людям, которые оказываются подверженными. Потом есть организации, которые действительно помогают людям, и это благотворительные организации частные, избавиться от наркотической зависимости, есть клубы анонимных алкоголиков, наверное, об этом не нужно говорить. Есть организации, которые религиозного типа, помогающие людям адаптироваться после, что называется, наркотического вот этого всего «приключения» в кавычках. То есть в этом смысле в анархо-капиталистическом обществе, конечно же, будут возникать разные комьюнити, которые могут предложить услуги реабилитации, то есть поддержать этих людей в сложные минуты. В принципе, никто не запрещает, что называется, пропаганду в анархо-капиталистическом обществе того, к чему приведут наркотики. То есть так же, как частная реклама развешивается, кто-то может развешивать частную рекламу, которая говорит о том, чем заканчивается употребление наркотиков. То есть в этом смысле я не вижу никаких противоречий. То есть главное средство борьбы, если оно здесь действительно допустимо, это убеждение в анархо-капиталистическом обществе. Если человек попал под это, во-первых, никто не может, кроме него, эту проблему решить, а помочь ему можно либо советом, либо поддержкой, но, конечно, не деньгами, потому что сами понимаете, куда он деньги потратит. Но это тоже важный момент. Кстати говоря, если вы не смотрели фильм «На игле-2», там есть вот замечательная сцена, когда вот эти товарищи, как известно, наркоманы, они получают деньги от государства на бизнес. Они, естественно, спустили эти деньги, полученные от государства, на наркотики, но при этом государство выделило им деньги, потому что они предоставили свой бизнес-проект. Это было вот какое-то... В Глазго, что, по-моему, в Глазго действие происходит, какой-то ЕБРР, типа Европейский банк реконструкции и развития, какой-то банк, который государственные деньги раздает на бизнес-проект. Вот эти ребята надели пиджаки с такими уставшими глазами, которые показались чиновникам, свидетельствующими о большой работе, выбили деньги из бюджета, ну и сразу же употребили на свои цели. То есть в этом смысле бороться с этими вещами можно только, если человек сам хочет с ними бороться, а если он хочет, всегда найдутся те, кто ему готовы будут помочь. Это друзья могут быть, это могут быть родственники, это могут быть религиозные организации, это могут быть различные общества взаимопомощи. То есть реально их очень много. Я сам знаю людей, которые в непростые 90-е годы ходили по подвалам и по чердакам, вытаскивали людей, что называется, с того света. Это делалось в свободное от работы время, что называется, без вознаграждения. Вот такая вот история. Я понял, позвольте еще раз просто уточнить, и я понимаю, что вы говорите как бы о конечных, скажем, жертвах вот этих вот явлений, но я имел в виду все-таки, скажем, тех людей, кто заинтересован в том, чтобы вот наживаться на этом, то есть наркокартели, подпольные горные заведения, сутенеров, различных бандитов. Да-да-да. Посмотрите, на самом деле, я, кажется, понял ваш вопрос. Это население, которое это распространяет. На самом деле все это существует именно потому, что это нелегально. То есть все эти подпольные организации, все эти гиганты... Нет, действительно, это так. Просто гигантское количество денег они зарабатывают за счет того, что предложение на рынке ограничено. Оно ограничено, потому что законы запрещают. И в этом смысле бизнес приносит колоссальные деньги, в том числе взаимодействие с государством, именно потому, что он нелегализован. Как только он легализуется, оказывается, что по такой высокой цене не получится продать. Вот эта вся прибыль, она испаряется. Может быть, вы смотрели фильм? Сейчас вот фильмы криминальные, джентльмены. А вот Гай Ричи фильм как раз там про наркобизнес. Вот этот американец, который приехал покупать наркобизнес в Англии, он говорит, зачем я буду покупать ваш бизнес, если через пару-тройку лет легализована будет вся эта вещь, и я не смогу получить свои деньги обратно. И он рассуждает, хоть он и преступник, экономически корректно. Потому что если на рынке есть запрет, можно втридорого продать. Если же этого запрета нет, цена становится значительно меньше. И вот все эти посредники, о которых вы назвали, они теряют свои деньги, они теряют свой бизнес. Это действительно проблема. То есть для них это проблема. То есть для нас это... Чтобы легализовать наркотики, азартные игры и проституцию. Во-первых, ну смотрите, с проституцией, мне кажется, вообще очень просто от того, что вы ее не легализовали, ее нет, она не исчезает. Ну то есть она есть. Она у нас не легализована. Может быть, не исчезает, а в каких-то исчезает. То есть... Да нет, она на самом деле... Кто борется с этим? Дело в том, что вы не можете каким-то указом уничтожить свойства людей. И определенный рынок вы не можете уничтожить. Вы его деформируете. Вы уменьшите его, правильно? А дело в том, что вы его не уменьшаете. Смотрите. Почему? Потому что если вы запрещаете употребление наркотиков... Ну это на самом деле классический пример с товарами, которые обладают высокой эластичностью спроса по цене. Низкой эластичностью спроса по цене. То есть когда товар растет в цене, его люди потребляют в таком же количестве. К этим товарам относятся наркотики, алкоголь, проституция для некоторых людей и так далее. Самый известный пример такого рода ограничений – это сухой закон. То есть считалось, что если вы введете сухой закон, у вас люди будут потреблять меньше, будут вести более здоровый образ жизни. На самом деле получилось как? Получилось не так. Американцы до сухого закона пили в основном пиво и другие легкие напитки, а перешли потом на самогон. Есть закон Алчана Аллина. О нем мог рассказать, но может быть в следующий раз, когда мы с вами встретимся. Но этот закон показывает, что когда вы что-то запрещаете, люди переходят на употребление более сильных. Ну либо наркотиков, либо алкоголь и так далее. Как что еще обрели люди, когда был введен сухой закон? Кроме употребления более сильных веществ, гигантская преступность, сращивание государства и бизнеса, гигантские деньги, вся американская культура, связанная с гангстерами, она родилась исключительно потому, что этот товар был нелегальным. То есть, иначе говоря, запрет на употребление алкоголя не уничтожает употребление алкоголя. Почему я привожу этот пример? Потому что и алкоголь, и наркотики, и проституция – это товары с спросом неэластичным по цене. Ну, видите, мне приходится сейчас использовать термины более сложные, но, поверьте мне, как экономисту, хотя я не могу сейчас этого говорить, у нас же формат дискуссии, что вы в действительности этот рынок не уничтожите. То есть, кто-то, возможно, перестанет употреблять, но в целом для рынка это не проблема. Для рынка не проблема то, что он становится нелегальным. Это проблема для общества. Можно я тогда, так как у нас вопрос уже подходит к концу? А давайте мы закончимся с вопросами, а потом перейдем к реакции. Может быть, у нас немножко останется на это время. Хотя у нас осталось буквально 10 минут, к сожалению. Просто мы выйдем чуть-чуть из контекста, а все-таки этот вопрос для меня такой вот важный. Ну, давайте доверимся вашему чувству вкуса. Давайте вот его сейчас я приведу маленький пример. Просто вот вы говорите, что запрет алкоголя, но все-таки алкоголь – это немножко не то. Он больше как-то людьми принят, да, и он был… Это зависит от общества. Есть общества, в которых как раз наркотики были более общепризнаны, чем, например, курение. Ну, понятно, да. Но вот вы говорите, что разницы не будет, но мне пример такой пришел в голову, как опиумные войны в Китае. И вот в 19 веке англичане наводнили Китай опиумом так сильно, что какая-то вот очень существенный процент населения прям пристрастился. И, ну, то есть там буквально общество начало страдать от этого, потому что люди повально просто вот подсели на опиум конкретно. И уже начали рождаться там какие-то дети с отклонениями и так далее. То есть на общество это повлияло очень-очень сильно. И после чего китайские власти ввели смертную казнь за распространение опиума. И как бы начали вести конкретную войну, просто вот убивать тех, кто это распространяет. И они как-то смогли за счет этого выровнять ситуацию и уменьшить потребление наркотиков в своей стране к сегодняшнему дню до... Ну, я подозреваю, вот в силу того, что государство контролирует этот момент, и у них действительно смертная казнь за распространение, у них, я думаю, наиболее низкий уровень потребления наркотиков вообще по миру. Хотя, считайте, вот сто лет назад была просто катастрофа с этим. Вот что вы можете сказать об этой ситуации? Ну, раз вы вспомнили опиумные войны, все-таки опиумные войны известны тем, что европейцы, если быть конкретно англичане, требовали сохранения торговли с Китаем опиумом, потому что они были экспортерами этой продукции. И в этом смысле унизительные для Китая соглашения. Они же разрешили англичанам привозить опиум. Было следствием отсталости Китая в экономическом отношении. Если взять времена Марка Пола, он же тоже ездил в Китай. Это был период, когда Китай был гораздо богаче Европы. Но к XIX веку он значительно отстал. То есть главная причина того, что Китай пошел на такие унизительные, в общем-то, последствия, состоит в том, что он не развил свою экономику, в отличие от европейцев, в отличие от англичан, где произошла промышленная революция. Произошло это под влиянием как раз-таки усиления власти, которое тормозило технический и экономический прогресс после примерно XV века. То есть там были прям вот к этому приведены. В результате общество находилось в спящем состоянии, а когда общество не развивается, особенно на фоне развития других регионов, народ начинает лишь бы спиваться, как это было в поздний Советский Союз, либо обкуриваться, как это было в Китае, с опиумом. Когда же китайцы в действительности начали сокращать потребление опиума? Когда начался основной экономический рост? То есть на самом деле, когда экономика богатеет, то есть когда начинаются высокие темпы экономического роста, людям просто некогда курить опиум и тратить время впустую. То есть когда есть возможность пойти заработать деньги и прокормить свою семью, а потом купить своей семье квартиру, а потом купить дом, а потом машину и так далее, у людей возникают другие стимулы. То есть в этом смысле я не говорю, что опиум – это хорошо, я не говорю, что если вы пытаетесь с ним бороться методом запрета, то вы не уничтожите ничего, вы сделаете рынок подпольным. Но это не означает, что нельзя как бы косвенно, в кавычках, с ним бороться. Главный институт борьбы – это, конечно же, когда у людей возникают новые возможности. То есть они могут заняться бизнесом, заняться спортом. То есть вообще динамическое общество, общество, в котором важно сохранять здоровье своего тела и своего ума, оно стимулирует людей не убивать себя, потому что мы понимаем, к чему это приводит. То есть это дорогое удовольствие, и люди понимают, что лучше этим не заниматься. В этом смысле я считаю, что сокращение потребления в России, например, алкогольной продукции, это тоже наблюдается в последние десятилетия, является результатом как раз того, что мы наблюдали значительный экономический рост после конца 90-х годов. То есть люди все-таки, в отличие от Советского Союза, не стоят целыми днями у ларька, где пьют непонятно какую алкогольную продукцию. То есть алкоголизма стало значительно меньше по сравнению с советским периодом, «А ведь в советский период боролись с алкоголем, и что? Люди не употребляли?» То есть иначе говоря, я к тому говорю, что то, с чем вы боретесь централизованно, скорее всего, на это же и напоритесь. А если вы действительно хотите поменять предпочтения людей, то вы не сколько на них должны воздействовать, сколько на окружающую их атмосферу. А это происходит в динамически развивающемся обществе, где есть свобода. Потому что только свободный человек может отказаться от тех вещей, которые его разрушают. Если вы его будете к этому принуждать, он просто будет подпольно это делать. И все. Ладно, спасибо. Давайте тогда перейдем к последнему вопросу. Я надеюсь, что мы успеем. Ну да, 3 минуты как раз осталось. Спасибо. У меня перед этим хочу сказать, чтобы успеть. Давайте. Накопилось много, на самом деле, комментариев на каждый ваш ответ. Давайте вы тогда ответите на последний вопрос, а я скажу два слова о том, как во мне это откликнулось. Хорошо, хорошо. Итак, 17 вопрос. Кто станет слушать и исполнять решения частного суда при отсутствии единого законодательства и единой судебно-исполнительной системы? Ну, на самом деле, вопрос, наверное, из всех, которые вы задали, самый непростой, потому что его невозможно решить, по сути дела, в рамках никакой системы. Например, у нас есть система международного права сейчас. Что, если какой-нибудь преступник убегает из одной юрисдикции в другую? Если эти страны признают общее право, они, как правило, выдают этого преступника. Но часто это происходит не так. То есть, условно говоря, если вы из США убежите в Венесуэлу, то вряд ли Венесуэла вас будет выдавать, даже если вы совершаете кровавое преступление. То есть в этом смысле государство действительно на определенной территории может полностью вас подчинить себе и всю исполнительную систему заточить, что называется, под себя. Но за пределами оно оказывается уже неспособным. Что, скорее всего, будет происходить в анархокапиталистическом обществе, где будут существовать разные юрисдикции, будут существовать, по всей видимости, разные прецеденты, и они будут конкурировать друг с другом, неизбежно будут возникать конфликты. Какие-то из этих конфликтов будут разрешаться, конечно, общими договорами. То есть, иначе говоря, вот у нас разные с вами операторы, но при этом у нас нет проблемы звонить друг другу. По идее, операторы могли бы не договариваться друг с другом, а вот заставлять звонить только участникам МТС или Мегафона. Но они договариваются друг с другом, потому что это оказывается выгодным. Также, по всей видимости, охранные организации и суды будут заключать взаимные договора, что если, условно говоря, кто-то совершил кражу или другое преступление на определенной территории, то он будет выдан для наказания. Что это может быть за наказание? Это может быть денежный штраф. Кстати, тема нашей, может быть, следующей беседы. Это может быть, как мне кажется, в том числе заточение в тюрьму, но только частную. Об этом тоже можем поговорить отдельно. То есть вообще, когда речь идет о системе наказания, то она может, конечно же, работать только если вот эти все разные структуры смогут прийти к взаимным договорам. И они действительно исторически существовали между различными кланами, и сейчас они существуют между различными обществами, то есть государственными. Ведь тоже есть договора. Если человек совершил преступление в США, его по многим статьям выдадут в России. Ну, то есть если человек убежал в США, то процедура такая существует. То есть в этом смысле нет проблемы договариваться и вводить, что называется, общие правила, даже если источник вашей правовой системы отличается другой. Но там и там вы признаете определенные универсальные нормы и не пытаетесь их унифицировать. Вы с этим смирились, каждая сторона. Но вы при этом можете договориться об обмене. То есть они вам отдают преступников, вы им отдаёте их преступников. Но также в рамках определенных правил. Поэтому также, скорее всего, будет существовать и в анахокапиталистическом обществе. Если совершает человек преступление в одной части общества, а живет, условно говоря, в другой, то, соответственно, очень быстро они найдут способ договориться, что этот человек также принуждается к наказанию. Здесь уже не спрашивают его, согласен или нет. В момент, когда он приобретал страховой полис своей охранной организации, он как бы соглашался с тем, что если он нарушает условия договора, то по этому он будет нести определенного рода наказание. То есть так же, как человек, заключивший договор, там есть пункт о том, что с ним произойдет, если он его нарушает, и он признает право наложить на него штраф, арест имущества и так далее. Это все юридически возможно и сейчас. То то же самое будет происходить в анахокапиталистическом обществе. Но из-за краткости времени, Михаил, я вынужден передать вам слово. Надеюсь, мы с вами продолжим этот диалог в дальнейшем. То есть хотели отреагировать на сегодняшний разговор. Да, хорошо, спасибо. Очень жалко, что мы не успеваем, потому что у меня по каждому вопросу возникли некие заметки. И мне было очень интересно. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, Михаил. Я очень ценю, что у людей есть вопросы. Для меня это гораздо важнее, чем если человек со мной согласен. Я с вами частично согласен. Но все-таки остается часть некого несогласия, достаточно большая, чтобы еще, скажем, думать о том, что есть простор для дискуссии. Потому что у меня создалось впечатление, что у вас есть некое такое немножко уже сформированное представление о государстве как о чем-то таком негативном. И примеры, которые вы приводите, часто, скажем, демонизируют государство как явление. А вот из сферы самоорганизации общества и возможностей человека как-то самостоятельно решить свои проблемы, договориться, следовать общим правилам, законам, вы его немножко идеализируете. То есть получается, сравнивается система, которая уже представлена как немножко такая с негативным оттенком, с кучей всяких несовершенств, которых мы знаем из жизни в обществе, и некая идеальная система, которая в описании выглядит очень гладко, складно и красиво. Но по факту есть очень-очень большая вероятность, это то, как я смотрю на это, что она столкнется с огромным количеством проблем, подобных тем проблемам, с которым сталкивается государство и управление уже на основе государственности. И мне все же кажется, что государство возникло не как некий агрессор, а все-таки, скажем, некая самоорганизация общества, так или иначе, она к этому приводит. И вот у меня даже есть некий пример, который мы не успеем разобрать, но на котором, скажем… В следующий раз остановимся тогда, да. Да, на котором группа людей, она, скажем, видно, как организуется во что-то подобное государству с необходимостью. Вот, и я бы хотел его, конечно, обсудить и в защиту государства много чего сказать, но, к сожалению, не успеваю. Не буду вас задерживать и отвлекать, общее мнение я свое сказал, аргументы у меня есть, надеюсь, что у нас еще будет возможность именно поговорить как бы двусторонне, чтобы я мог высказать какие-то свои суждения, примеры, задать еще дополнительные вопросы, и у вас была бы возможность на них ответить. Я был бы очень рад, и я действительно благодарен вам за то, что вы организовали эту встречу, ответили на все вопросы четко и быстро. И, в общем, я уверен в том, что вы действительно так думаете, что это ваше убеждение, и ваша искренность мне очень нравится. И еще раз вам большое спасибо. Ну, несмотря на как бы общие разногласия, я рад, что мы с вами это все обсудили. Я тоже рад, Михаил, большое вам спасибо и за вопросы, и за неравнодушие, потому что обычно люди, которые что-то слушают, у них вопросов не возникает, у вас их не возникают, и это для меня является важным показателем прогресса. Поэтому, если те, кто смотрели это видео, если им понравится это видео, то мы запишем с вами следующее, в котором я с удовольствием и выслушаю ваши аргументы, и как-то на них попытаюсь отреагировать. Потому что мне кажется, что как раз нынешний наш формат с вами показывает, что диалог – это лучшая форма поиска истины. И мне кажется, все-таки государство – это вещь монологическая, и в этом смысле неизбежно что-то навязывающее. Но это вопрос открытый, который мы с вами обсудим тогда уже в будущем. Большое вам спасибо за ваше участие, за ваши вопросы и за корректность, которую вы продемонстрировали в течение сегодняшнего семинара. Приятно с вами работать. Большое спасибо. До свидания и до встречи.